Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня у нас великолепный разгром в итальянской партии в гамбитном духе. Белыми играл Максим Матлаков, черными Ориентари, Россия-Норвегия, Ческом 2022 года, то есть партия абсолютно свежая, формат быстрые шахматы. Проходили достаточно мощные соревнования, вот соперники встретились. Слон c4, слон выходит на активную ударную позицию, и видимо черным стоило ответить тем же. Но конь f6, сразу же d4 удар по центру, на взятие e5 забиваем пешечный клин в лагерь черных, ну и конь теперь вынужден либо идти вперед, либо отступать назад. Но назад совсем плохо, поэтому конь e4, следует ход ферзь e2, атакуем коня, на самом деле можно было сделать, конечно, и короткую рокировку. Конь c5, конь отступает, следует 0-0, слон e7, ладья d1, вот так вот ферзь хитро перекрутился, освободил место для своей тяжелой фигуры, и ладья теперь посматривает уже рентгеном на черного ферзя. Да, пешек, правда, на пути еще много, черные играют конь e6, надежно цепляясь за пешку d4, и вот здесь не совсем хорошее решение со стороны белых, размен на e6. С другой стороны, это, скорее всего, домашняя подготовка, и, возможно, белые просто хотели проверить план. Лучше было сыграть c3, продолжая играть в гамбитном духе, но при этом в случае взятия конь c3 фигуры белых достаточно быстро входят в бой. После же слон e6, взятие пешкой, пешка опять защищена, но есть ход слон e3. За две фигуры отдавать явно плохо, заберем на d8, заберем потом на e3, и ферзя как-то жалко. Поэтому ферзь d5, конь c3, выигрываем еще время на развитие своего коня, ферзь отступает на поле a5, слон d4, и вот здесь, видимо, черным нужно было повременить с рокировкой слон d7, но по-человечески хочется сделать рокировку. Короткая рокировка последовала, конь e4, и серьезная ошибка b6, которая фактически решает судьбу партия. Нужно было поменяться на d4, все-таки избавиться от этого слона. После же хода b6, слон отступает с темпом, сохраняя мощного слона, который при случае может поддержать атаку на черного короля, как и было в партии. Ферзь a6 на размен, вот здесь белые допускают тоже небольшую неточность, они играют ферзь e3, а лучше было сыграть ладья d3 с идеей, что ладья может где-то подключаться по третьему ряду в будущем к атаке на черного короля. Нужны, конечно, такие трюки знать, уметь и применять. Но ферзь c3 по-человечески логично, следует ход ладья d8, и вот здесь уже браво, конь f6, браво максим, начинается серьезная атака. Теперь выясняется, что брать этого коня опасно, а отходить еще хуже, потому что на ход король f8 мы можем пешку h7 с шахом забрать. В случае хода король h8 можно подбросить второго коня, допустим, на ход ладья f8, забрать на h7. Атака белых развивается сама собой, черные рано или поздно проиграют. Тут целый фланг стоит, слон упирается в собственной пешке, у белых же легкая игра. Ну а в партии последовало на коне f6 взятие, черные принимают вызов, взятие пешкой. Размен на d1, ладья d1, слон f8, и вот здесь Максим мог закончить немедленно партию, буквально еще сделав несколько ходов. Это было просто великолепно, это было бы достойно и украсило эту партию. Был бы красивый дебютный разгром, нужно было сыграть в ферзь g5. Посмотрите, друзья, какая красота начинается. Король h8, тут пока все без вопросов. И конь e5. Конь идет вперед, конечно, хороший ход. Теперь вот если по-человечески забрать, а это хочется сделать, потому что угрожает конь f7 мат в один ход. Потому что ферзь отнимает. Тут не помогает ход h6. Можно забрать. Пойти ферзь h5 с угрозой, конь g5 и атака. А допустим на слон b7 с идеей хоть как-то развить фигуры. Просто конь g5. Сначала выписываем шаг. Слона открываем. Ну и теперь на ход e5, допустим, ферзь g6. Угрожает мат на h7, угрожает мат на g8. Защиты нет. То есть забираем просто ферзь g8, шаг и мат. И партия заканчивается. Ну и давайте, друзья, еще раз вернемся к ходу конь e5. Потому что, казалось бы, этого же коня можно уничтожить, побить. И вот здесь как раз раскрыта вся красота. На конь e5 последует очень красивый ход. Ферзь g7. Под бой, под слона. На взятие мы не забираем слона, конечно. А играем ладья d8. И выясняется, что у черных очень слабый восьмой ряд. Партия опять же заканчивается. Нужно играть слон f8. Ладья f8. В общем, это шаг и мат уже был бы на двадцать третьем ходу. Ну а Максим допускает очень серьезную неточность. После чего черные могли выкрутиться. На слон f8. Вместо ферзь g5. Он играет конь g5. Ну кажется тоже логично подтащить коня поближе. При случае можно как пожертвовать на h7, либо на f7. Так и сыграть ферзь e4. С идеей поставить мат. Но следует ход h6. Напали на коня. Конь f7. Красивый опять же удар. Теперь выясняется, что черные не стали брать. Пошли и ферзь e4. Что в случае взятия можно сыграть ферзь e4. Атакуем вражеского коня. Хотим ворваться где-то на обжорный на седьмой ряд. Позиция проиграна. То есть допустим e5. Забрали. На ферзь b7. Можно выписать шаг. На слон e6 сразу ладья d7. Поэтому лучше забирать. Король f6. Тогда дали шаг. Дали шаг. Забрали. Ну и чувствуется, что ладья не играет. Слон f8 не играет. У белых еще за фигуру и пешек достаточно. Эквивалент. Позиция прекрасная. Атакует только белый. Компьютер пишет плюс 8 пешек. Ну давайте, друзья, вернемся к ходу. Который последовал в партии. После кони f7. Не забрали коня. А играют в ферзь e4. Ну главная идея перевести куда-то ферзя поближе к бате. И прикрыть собственного короля. Конь a6. Король идет на поле. Все-таки h7. Кони в 7 вернулись. Хотим перекрутиться через поле g5. Последовал ход e5. Дали шаг. Король g6. Конь e4. Видимо на f3 было встать все-таки посильнее. И вот здесь серьезная ошибка. Слон f5. Такой зевок в один ход. После ферзи 5. Просто ферзи f5. Дали шаг. Забрали. Ну соперник сразу же сдался. Видимо цейтнотная горячка была. С другой стороны стоит отметить, что уже и ход слона h6 не помогал. Можно дать шаг. Сыграть ферзь h4. Угрожает вскрытый шаг. И заберем ферзя. Ну то есть не вскрытый шаг. Угрожает шаг конем. И вскрышка на ферзя. Итак. Ферзь e2. Просто ладья e1. Под боем ферзь. Под боем слона h6. Позиция у белых выиграна. Ну и стоит отметить, что ферзевый фланг в принципе так и не вошел в игру. Очень красивая партия, друзья. Особенно этот вариант, который остался за кадром. Но видимо времени у соперников было намного меньше, чем с классическим кадром. И вот этот ход ферзь g5. Показалось, что конь g5 намного быстрее. Потому что вот когда все-таки ферзь g5 шаг. Давайте вернемся к той позиции. Сейчас я попытаюсь найти. Да, вот здесь ферзь g5. Кажется, что после хода король h8. Но не видно, чем атаковать. Вот так вот конь e5 сразу в глаза не бросается. А ферзь вроде бы на g7 не идет. Матов никаких нет. Но тем не менее именно конь e5 и выигрывал. То есть гроссмейстер буквально на один ход не досчитал. Он, видимо, покидал в голове варианты с ходом ферзь g5. Но не нашел второй ход конь e5. После чего победа, как говорится, не за горами. Если, друзья, вам нравится, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Всем добра, хорошего настроения и красивых шахматных побед. Также стоит отметить, что не забывайте смотреть в описании. Я прикрепляю обычно какие-то еще интересные для вас партии. Так что можете, если понравился наш канал, сразу же в описании посмотреть еще одну партию. Всем до новых встреч.